как слышно прием привет друзья с вами дизайн интерьера и сегодня у нас обзор современной квартиры с элементами классики в москве от студии дизарт интерьер эффектный функциональный и грамотно продуманный приятного просмотра всем привет с вами сегодня я анна питайкина основатель студии дизарт в москве и новосибирске и сегодня я покажу вам наш реализованный объект в городе москва общей площадью 135 квадратных метров мы создали этот интерьер для молодой семьи изначально мы вдохновились тем что заказчикам нравились разные стилистики и совершенно разные фактуры здесь мы смиксовали металл стекло дерево бетон и даже классическую лепнину когда мы только попали в это пространство оно было абсолютно пустым были только несущие стены и черновой пол и конечно основным пожеланием заказчиков было комфортное проживание в этом пространстве и мы сделали здесь очень хорошие климатические условия у нас предусмотрена приточно-вытяжная система система увлажнения и позиционирования в наше пространство 135 квадратных метров мы вписали помещение кухни гостиной столовых мастер-блок который включает себя спальню ванную и гардеробную также у нас есть гостевая спальня детская постирочная и санузел гостевой давайте начнем наш обзор квартиры с центральной зоны кухни гостиной и в этом помещении мы расположили диван на тут соедишен помимо того что он просто красивый он у нас еще и очень функциональный вот в этой части у нас расположен реклайнер который позволяет сделать зону для отдыха и также вот эти спиночки у нас регулируются по высоте можно выставить комфортно для себя режим зона для хранения в виде такой красивой тумбы из шпона и крашеного мдф под металл и подчеркнули фактуру нашего интерьера такой гипсовой панелью которая также интересно поддержана различными декоративными элементами это журнальный столик вазы все это объединяется таким интересным рельефом на этой стене мы сочетали несколько разных материалов это латунные вставки световые профили керамогранит и штукатурка и все это в одной плоскости это эффектная стена служит подсветкой и декоративным решением нашего интерьера зона столовой у нас вмещает вот такой красивый раскладной стол в сложенном виде он у нас метр восемьдесят и раскладывается до двух с половиной метров вокруг стола мы смиксовали такие разные стульчики где-то есть подлокотники где-то их нет но выполнены одни в одном дизайне и дополняют интерьер небольшими синими вставочками поддерживая наш декор и шикарный диван всю мебель столовой группы полубарные стульчики и мягкую зону мы приобретали в компании милан мебель которая расположена в новосибирске из брендов здесь у нас представлены на туци стульчики бантемпи и каталан италия это стол и полубарные стулья в этой части пространства у нас расположилась кухня за счет приточно-вытяжной вентиляции у нас получилась вот такая ниша в которую мы вписали высокие колонны кухни здесь открытая зона с красивыми полками также у нас есть такой шикарный большой остров которые со стороны гостиной является декоративной зоной мы расположили такие красивые витрины у которых есть еще также дополнительная подсветка ее можно использовать в качестве декоративной вечерней для приема гостей и конечно они достаточно функциональны здесь можно хранить бокалы и красивую посуду и со стороны кухни мы расположили посудомойку хранение и сушилку в этой части кухни у нас свинный холодильник здесь мы разместили вилки-ложки с двойным хранением внизу конечно же у нас расположены различные кастрюльки и сковородки здесь дополнительная морозильная камера встроенный холодильник здесь хранится мелкая бытовая техника вытяжка и варочная поверхность и в этой зоне у нас расположена техника такая как кофемашина сваче и духовой шкаф для удобства в готовке конечно эти дверки у нас фиксируются внутрь корпуса кухни и получается вот такое открытое пространство для готовки также и здесь две заплывающие внутрь шкафов дверки получается открытая зона эту кухню для нас сделала компания джулия новорс по нашим эскизам из материалов которые здесь мы использовали это натуральный камень дектон на столешнице керамогранит использован у нас на фартуке кухни и вот эти пеналы встроенные мы сделали из керамогранита тонкой металлической рамки основные шкафы нижней базы у нас выполнены в натуральном шпоне и также везде есть декор в виде таких красивых латунных вставок это натуральный метал судя по вашим комментариям под нашими обзорами тема керамогранита актуальна для вас текстуры рисунок плотность тактильные ощущения вам всегда интересны цены и новинки на рынке ловите от меня в копилку бренд керанова и его новые коллекции керамогранита объединенные идеи вдохновение рядом 8 коллекций плиты керанова это новинки которые созданы чтобы становиться концептуальной основа интерьера его идейным посылом и отправной точкой дизайна они отражают поверхности которые встречаются вокруг нас и вдохновляют своей самобытностью и монументальностью именно так сам производитель красиво написал о новой линейке а мы с вами поедем и проверим приехали пойдемте проверять вот эта линейка смотрите по ощущению графика очень четкая у плит под дерево натуральный рельеф волокна древесины подчеркнуты чернилами которые сияют как настоящая смола вообще все плиты как под дерево так и под камень выглядят довольно натурально а еще их можно потестировать металлической щеткой на предмет повреждений повредить ни одну из плит мне так и не удалось коллекции есть керамогранитные плиты с лопатированными поверхностями они очень глянцевые практически зеркальные лопатировка поверхности это полировка плит благодаря которой плиты становятся из матовых блестящими но на поверхности появляются поры которые делают плиту менее устойчивые к загрязнениям это частая проблема лопатированных плит они очень марки и некоторые производители даже не советуют укладывать их на пол технология супер полировки заключается в том что после полировки плиты покрываются специальной нано жидкостью которая эти поры закрывают поверхность становится еще более блестящей и еще более устойчивой к загрязнениям кому понравилось переходите по ссылке в описании и применяйте для своих интерьеров в этом интерьере мы приняли решение выделить зону прачечной здесь получилась такая небольшая зона но очень функциональная мы даже украсили такими витринами как и в спальнях здесь у нас уместилась сушильная стиральная машина и вот такой закрытый блок там у нас скрыт увлажнитель и водонагреватель и также даже осталось место для того чтобы поставить пылесос ведра и швабры в этой зоне мы расположили раковину под ней у нас также идет шкафчик для хранения и также мы предусмотрели такое интересное расширяющее пространство зеркало с латунными вставками и черным оргстеклом когда включена подсветка очень красиво идет динамика отражения смотрится пространство достаточно большим хотя она на самом деле всего наверное метра два мы с вами находимся в зоне холла здесь мы также сочетаем много различных фактур в виде гипсовой лепнины латунных вставок шпона который продолжается в зонах хранения и также на входную дверь мы поменяли специально дверной щит чтобы смотрелось эффектно и пространство было единым для его расширения мы также предусмотрели шкафы зеркальные которых отражается красиво и эффектно наши стены и конечно же они еще являются функциональными внутри шкафа расположены полки для обуви зеркало с датчиком движения которое встречает гостей на входе даже если свет мы не включаем консоль для всякой мелочи пуф можно использовать для того чтобы комфортно обуться или например даже сделать макияж мы продолжили здесь паркетную доску но в входной зоне мы предпочли сделать керамогранит шпонированные панели кстати на этой стене плавно перетекают шкаф скрытое хранение здесь на пушах у нас скрыт гардероб и также обувница хотелось бы обратить внимание что все двери в нашем интерьере это фирма union это скрытый короб и красивая отделка с двух сторон в виде вот такого матового шоколадного стекла сейчас мы находимся с вами в пространстве гостевой спальни здесь также как и в других зонах идет сочетание разных стилистик и фактур хотелось бы обратить внимание что за счет небольших рельефов выступов материалов мы сделали здесь очень интересные контрастные решения сыграли на сочетании штукатурки декоративной латунных вставок в одной плоскости с декоративкой и также добавили лепнину которую вы красили в акцентные цвета этот цвет синий фиолетовый у нас повторяется практически во всем пространстве в разных тональностях оттенках и фактурах в этой спальне мы поставили кровать каллигарис она выполнена в такой красивой ткани бархатной которую мы дополнили шелковым постельным бельем хотелось бы также обратить внимание на стену напротив здесь мы применили гипсовые панели вот с такой волной на полу у нас паркетная доска скрытый плинтус в цвет ей которые мы продублировали в том числе в виде соколя шкафа здесь кстати тоже такая изюминка в виде красивых латунных профилей это матовое стекло и внутри шкафа у нас есть подсветочка при открывании она автоматически загорается для удобства это гостевой санузел в котором мы также сочетали разные фактуры но здесь они все выполнены в виде керамогранита это широкоформатным такой интересный спил ониксом крупноформатное дерево и также мы дополнили этот интерьер такой интересный глянцевый мраморной плиткой которая идеально вписала здесь также подчеркнув наши черные графичные элементы под наш красивый глянцевый керамогранит который имитирует мрамор мы подбирали вот такой натуральный камень для столешницы здесь очень похожий рисунок фасады тумбы мы выполнили с имитацией мдф специальной покраской влагостойкой которая очень похожа на бархатную поверхность на самом деле это очень стойкая практичная покраска здесь также у нас такие интересные латунные ручки которые дополняют прожилки на черном керамограните вся сантехника все акцентные детали выполнены в черном графичном цвете в этой зоне душевой у нас расположена инсталляция и за счет зашивки ее у нас получилась такая интересная ниша мы решили не прерывать рисунок широкоформатного керамогранита под дерево и продолжили их в виде вот таких дверок на куши керамогранит в сочетании с полосочками мдф сейчас мы с вами находимся в пространстве детской еще она не совсем завершено потому что малышка совсем еще маленькая но все-таки есть что здесь посмотреть мы очень эффектно здесь использовали такие обои с декоративным рисунком на одной из стен сочетание здесь фактур более нежная розовые бежевые цвета и дерево также мы здесь использовали чуть более светлое чем других зонах диванчик у нас в будущем будет служить полноценным спальным местом и внизу также у нас предусмотрено хранение нижняя секция выдвигается и туда можно складывать также какие-то игрушки или постельное белье в этой части у нас предусмотрена зона для хранения и декоративные различные корзины для игрушек можно поставить мы сделали сразу встроенные выдвижные на случай если игрушек будет все больше и больше можно использовать уже стационарные корзины каждая секция открывается несмотря на то что это криволинейная достаточно форма на самом деле фасады здесь цельные и открываются достаточно комфортно и безопасно для малыша очень интересно здесь получилось у нас вот такое место для отдыха на подоконнике мы сделали здесь дополнительное хранение и в будущем здесь положим мягкие подушки заключительная зона которую хотелось бы показать это мастер блок здесь у нас расположена мастер спальня гардеробная и мастер ванная так как при входе первое что мы видим это гардероб мы сделали его также эффектным мы применили здесь открытые витражи в латунном профиле сделали разные варианты подсветок в этой части у нас расположена небольшая обувница также латунный профиль и стеклянный витраж она образовалась у нас при планировке мы решили ее использовать максимально функционально также мы здесь сделали скрытую дверь зеркальная она служит и зеркалом в гардеробе и также входом в нашу шикарную мастер ванну который мы сейчас посмотрим получилось такой мини зоны спа с релаксирующим огнем с красивым панной зоникса она у нас имеет разные варианты подсветок можно делать его теплее ярче приглушение за счет того что ванна у нас получилась такая встроенная как мини джакузи мы предусмотрели еще сверху такой большой потолочный душ тропический он у нас идет с подсветкой и его можно также регулировать по яркости и регулировка его находится вот на этой стене керамогранит в ванне у нас повторяется тот же самый что и в душевой и здесь также у нас дублируются все латунные вставки и хранение идет выдвижных ящичках достаточно эффектный рельеф который подчеркивает наши детали во всем интерьере он у нас повторяется из комнаты в комнату также нам захотелось расширить это пространство еще больше сделать его более эффектным мы расположили в нишах стеклянные полки для косметики и также сделали такое большое зеркало с подсветкой для макияжа и напротив него находится зеркальная дверь за счет этого получается такое огромное 3d пространство в зоне где у нас расположены инсталляции у нас также образовались ниши и мы их использовали для хранения это керамогранит на основе мдф работает на пушах и там у нас расположены различные полочки химия это у нас мастер-спальня по всему интерьеру прослеживаются латунные вставки и геометрия здесь мы решили геометрию показать видео таких мягких панелей пусть которых совпадает с центром кровати и переходит на наш лепной декор на потолке мы совмещали здесь латунные вставки и керамогранит нарезали полностью под наши желаемые размеры и делали такие декоративные интересные элементы елочка на полу кстати тоже очень круто сочетается с этими деталями эта кровать у нас детре выполнена из такого же бархата как и стеновые панели очень красивая ткань под заказ то есть у классической фирмы детре такой ткани нет и мы ее заказывали индивидуально с другой совершенно фабрики потому что нам нужен был именно этот оттенок с пальмой мы решили дополнить еще такими шоколадными красивыми оттенками чтобы создать более камерную уютную обстановку это мы сделали в виде наших портьер стеновых панелей и у нас такие нестандартные столики от каталан италия которые тоже имеет такую шоколадную металлизированную поверхность и интересно дополняют интерьер по всем зонам практически повторяется наша классическая лепнина очень эффектно здесь смотрятся подсветки в виде трековых светильников и черные с латунными вставками подвесные светильники также классно вписались также хотелось бы показать вот эту интересную красивую зону где у нас расположен туалетный столик с круглым зеркалом и подсветкой если выключить весь основной свет то его можно использовать как декоративный в том числе консоль под тв частично она служит для хранения косметики и соответственно для различных принадлежностей к зоне тв друзья надеюсь что интерьер вам понравился пишите впечатление о нем в комментариях и попробуйте угадать кто родился у они мальчик или девочка до новых встреч пока пока